Мартин Ван Бюрин, восьмой президент Соединенных Штатов Америки с 1837 по 1841 год начала карьеры, родился в 1782 году в Нидерландской Д. Киндерхук в штате Нью-Йорк в крестьянской семье, его отец был содержателем таверны и рабовладельцем. Ван Бюрин был единственным президентом США, чьим родным языком был не английский. Кроме того, Ван Бюрин был первым президентом, родившимся в независимых США. В 1821 году Ван Бюрин стал сенатором от штата Нью-Йорк, представляя Демократическо-республиканскую партию. Здесь Ван Бюрин выступал против системы высоких пошлин, высказался за продажу или отдачу общегосударственных земель соответствующим штатам. В 1828 году он высказывался в поддержку генерала Джексона, за что тот тотчас же после вступления в должность президента, назначил его государственным секретарем США. А спустя два года, для прекращения недоразумений, возникших в кабинете, послал в качестве посланника в Лондон, Сенат. Однако, вскоре потребовал его возвращения и в 1832 году Демократическая партия выставила его кандидатом в вице-президенты при Джексоне, баллотировавшемся на второй срок. После победы Джексона на выборах Ван Бюрин стал вице-президентом США. Президентство. В 1836 году Ван Бюрин избран преемником Джексона. Соперниками его были Лепстер Клей Гаррисон. Вступил в должность в марте 1837. Первым делом Ван Бюрина было покончить с финансовыми затруднениями, достигшими в последние годы управления Джексона своего апогея. С этой целью он предложил окончательно отделить финансы государства от банков и устроить государственную казну в Вашингтоне и отдел ее в провинциальных городах. Проект этот, однако, был решительно отвергнут и популярность Ван Бюрина снизилась. Поражение на выборах и неудачные попытки вернуть президентство. На президентских выборах в 1840 году победу одержал представитель Вигов генерал Гаррисон. Кандидатура Ван Бюрина в 1844 году тоже не имела успеха. Президентом был избран демократ Джеймс Нокс Полк. Причиной этого была отчасти недоверие к нему со стороны рабовладельческих штатов, так как уже в 1841 году Ван Бюрин решительно высказался против присоединения Техаса без согласия Мексики, образовавшаяся в 1846 году. Партия Фрисойлерс, противников рабства, выбрала в 1848 году своим кандидатом на президентское кресло Ван Бюрина. Однако после Мексиканской войны громкая слава генерала Тейлора привлекла на его сторону массы всех политических направлений. И Ван Бюрин опять остался при меньшинстве голосов. С тех пор Ван Бюрин удалился от дела и провел остаток жизни в своем имении, где и умер в 1862 году. Его единственный крупный литературный труд инкеринта «The original course of political parties in the United States» последние годы. Осенью 1861 года экс-президент тяжело болел. Скончался он от бронхиальной астмы и проблем с сердцем в родном киндерхуке 24 июля 1862 года. Он сам, его супруга Хана, его родители и сын похоронены вместе с ним там же.